Эту ситуацию в частности и в целом недоработки управляющих компаний обсудим с нашим гостем, старшим прокурором управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Кировской области Антоном Мазаевым. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. По каким причинам управляющие компании, как правило, не платят, в частности, те постабжающие компании? В чем причина? Как они это объясняют? В настоящее время основная причина – это нарушение требований 354-го постановления правительства, в соответствии с которым все платежи от граждан, которые поступают за коммунальные услуги в адрес управляющей компании, должны расщепляться, и, соответственно, каждая часть, причитающаяся за отдельный коммунальный ресурс, теплую энергию, воду, водоотведение, подлежит перечислению в адрес ресурсоснабжающей организации. Причин на самом деле много. Во-первых, есть целый ряд объективных причин, связанных с недостаточностью оборотных средств у управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, которые тоже грешат этим. Но вместе с тем и есть явные факты противоправного использования денежных средств, которые поступили от жильцов. То есть, либо назначение в этом случае они используют? Да, то есть, денежные средства идут на текущие нужды управляющей компании, на финансирование фонда оплаты труда, предоставление займов. В отдельных случаях есть прямые факты вывода денежных средств, то есть, путем заключения договоров с аффилированными юридическими лицами, которые фактически никаких работ и услуг не выполняют и не оказывают. Есть факты непосредственно укрытия этих средств от перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций. Это уже уголовная ответственность, получается? То есть, все это, да, в конечном счете влечет за собой либо административную, либо уголовную ответственность. То есть, в зависимости от суммы причиненного ресурсоснабжающей организации ущерба. Ну вот интересные цифры, допустим, управляющая компания «Дружба-Быт», долг у нее 45 тысяч рублей плюс штраф 125. Откуда они берут деньги на штрафы, не из тех ли денег, что перечисляют жильцы? Как это проверить? Ну, проверить на самом деле... И могут ли они брать деньги оттуда, собственно говоря? Ну, проверить на самом деле все это дело можно. То есть, если органы прокуратуры, либо органы внутренних дел проводят соответствующие проверки по обращениям, заявлениям граждан. То есть, эти факты достаточно легко выявляются и устанавливаются. Вопрос в том, что каждая управляющая компания, каждая ТСЖ, введя свою хозяйственную деятельность, то есть, они, в принципе, исходят и пользуются только теми денежными средствами, которые поступают от жильцов. При наложении штрафа, фактически, они не вправе использовать деньги, которые поступили от жильцов за коммунальные услуги, на погашение этих штрафов, на их оплату. Вместе с тем, такие факты имеются, и они служили предметом для проведения проверок и, в том числе, возбуждения уголовных дел. Оплата штрафов в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей управляющими компаниями ТСЖ – это те предпринимательские риски, которые те юридические лица несут в связи с осуществлением деятельности по управлению многоквартирными домами. Сегодня мы спросили кировчану, устраивает ли вас работа вашей управляющей компанией. Вот итог опроса. 16% отвечают, что да, управляющая компания обслуживает дом давно, и нас все устраивает. 18% отвечают, что мы недавно сменили управляющую компанию, и к новой пока претензий нет. 27% отвечают, что очень много замечаний, и подавляющее большинство отвечают, что категорически нет, хотелось бы поменять управляющую компанию. Какие жалобы в основном поступают от кировчан, которые вы фиксируете? На что, как правило, жалуются? Ну, значит, наибольший объем обращений, жалоб, которые поступают в органы прокуратуры, он связан, во-первых, с качеством оказания коммунальных услуг. То есть, в летний период это, как правило, отсутствие горячего водоснабжения. И отнюдь не всегда причиной является проведение ресурсоснабжающими организациями, например, КТК, каких-то плановых профилактических работ. Иногда это элементарное бездействие управляющей компании по обслуживанию внутридомовой системы горячего водоснабжения. Вторая, наибольшая группа, это качество услуг самой управляющей компании, то есть, не надлежащее содержание общего имущества. Кто-то недоволен тем, что уборка в подъезде не осуществляется, тем, что, опять-таки, имеются перерывы в предоставлении коммунальных услуг, кого-то не устраивает работа дворника. То есть, на самом деле, причин, их очень много, и качество выполнения управляющими компанией своих обязанностей, это очень частый повод для обращения граждан как в органы прокуратуры, так и в органы государственного жилищного надзора, то есть, в государственную жилищную инспекцию. В последнее время мы фиксируем относительный рост. Антон Георгиевич, спасибо, что пришли, ответили на вопросы, но мы продолжаем. Спасибо.